У жительницы Щелкова Натальи Рычаговой побывали специалисты из филиала межрайонный Щелковский водоканал «Теплоресурс». Помимо распределения воды для питьевых и промышленных нужд, организация выполняет и проверки температурного режима в домах. В квартире, в которой мы пришли вместе с тепловым инспектором, замеры показали, что здесь показатели в норме. На такой момент видим, что температура стабилизирована, примерно 24 градуса, это верхний предел норматива. Тепло в квартире? Да, у меня тепло в квартире. Измерение температуры в квартире проходит точно в соответствии с существующими правилами. Замер температуры у нас четко прописан в регламенте. То есть замер температуры в жилом помещении осуществляется в самой большой комнате, в центре, в метре от поверхности пола. Прибор измерения кладется на поверхность, и в течение трех минут он выходит на температуру, которая непосредственно в этой комнате. Нам рассказали, что в январские морозы тепловые инспекторы многократно чаще, чем обычно, выезжали на заявки жителей, которые просили дать заключение о соблюдении нормативов теплоснабжения в помещениях. Если касаться 354-го постановления правительства, то у нас регламентированы от 18 до 23 градусов в обычных помещениях. То есть это не угловых комнат, кухня, неважно. И от 20 до 23, если это угловые помещения. Баланс до 24, это еще в нормативе. Если выше, то это уже перетопы. Жители всегда имеют возможность задать тепловым инспекторам интересующие вопросы. Скажите, пожалуйста, а какие причины бывают, что в доме может быть холодно не только из-за отопления? Примыкание балконной двери, также пластиковых окон. Как происходит теплоизоляция межпанельных швов влияет на температуру в помещении. Если теплоизоляционный материал разрушен, значит будет продуваться все помещение. Это уже работа управляющей компании следить за швами. Мы убедились, что для определения температуры в квартире не требуется какое-то сложное оборудование. Однако, чтобы получить достоверную информацию, необходимо знать правила замера. Очень много формов в интернете и разных советчиков, которым люди прислушиваются чаще. Некоторые вешают измерительные приборы на батарею и пытаются замерить температуру батареи. Некоторые вешают на окна, на стены, либо на раму окна. Повесит и вот смотрит на него, все ужас. Не понимая, что зона тепла измерения находится в центре помещения. Знать, как добиться точных показателей при измерении температуры дома, это безусловно в интересах каждого жителя, чтобы понимать, не уходит ли тепло из нашего дома. А кроме того, тепловые инспекторы не будут получать так называемые ложные вызовы. И тогда наверняка приедут туда, где в них действительно нуждаются. Андрей Циханович, Александр Роджевский, Щелковское телевидение.